Ребят, всем привет! В сегодняшнем видео мы с вами попытаемся составить очень-очень бюджетную белорусскую косметичку из одного бренда. Этим брендом будет Люкс Визаж. Почему я выбрала этот бренд? Потому что он сейчас достаточно широко представлен во всяких магазинах. Вот передо мной целая куча косметики от этого бренда. Часть из нее я заказывала с белорусского сайта, точнее не с белорусского, с сайта, в общем, который придает белорусскую косметику. И часть я купила в Улыбке Радуги. Опять же, часть этой косметики я уже пробовала и много раз вам про нее рассказывала. Про какие-то средства я не знаю ничего. Мы сегодня с вами будем их пробовать в первый раз. И задача сегодняшнего дня понять, сколько будет стоить вот такой вот макияж. Он, конечно, такой минималистичный, но это же все-таки макияж, как-никак, да? В общем, во сколько нам обойдется вот просто составить минимальную такую белорусскую косметичку для того, чтобы вот так вот накраситься? Как вы думаете, мы сейчас с вами начнем с чистого листа краситься? С чистого листа? С чистого лица мы начнем краситься, хотя на листе тоже могли бы что-нибудь такое нарисовать. Получился бы, наверное, красивый макияж. И узнаем, можно ли сделать доступную косметичку из белорусской косметики. Ну, давайте начнем. Начнем мы, наверное, конечно же, наверное, конечно же, с тонального крема. У меня есть два тональных крема от Luxe Visage. Есть вот такой вот CC крем, который я вот прям нахваливала, нахваливала вам, но еще не показывала в кадре. Есть вот такой вот Luxe Visage крем тональный, который называется Insta Look эффект бархатной кожи. Мне кажется, что в каком-то видеоролике мы с вами им уже красились. Поэтому давайте вот этот раз, я вам его не показывала, но очень хвалила, давайте покажу его. Здесь написано, что это программа антистресс, защита от солнца, формула коррекции цвета. Ну, в общем, это CC крем, который не столько перекрывает какие-то недостатки, сколько просто корректирует общий тон лица. Мне он очень нравится, он реально прям очень-очень классный. Ну и как обычно у вот этих CC кремов, у него такая бархатистая... Бархатистая? Что несу вообще? Такая гелевая текстура, это бархатистая, синяя это зеленая, белая это черная. В общем, ум за разум иногда заходит. Ну, давайте краситься. Вот так тональный крем, точнее CC крем выглядит на лице. И, как вы могли понять, вообще идея сегодняшнего видео это то, что белорусская косметика, мы ее будем проверять. И плюс к тому, она еще бюджетная, как мы любим, все как мы любим. Но, кстати, не вся белорусская косметика сейчас бюджетная, сейчас есть так называемый новый белорусский люкс, типа того же Берновича. Еще мне недавно зрительница написала, что есть уходовая марка Сатива, которая тоже белорусская, и типа как уже люксом считается. И сейчас мы с вами будем использовать вот этот консилер. Я вообще не помню, мне кажется, я его уже пробовала, но у меня просто вообще нет никаких воспоминаний в голове о нем. Придает сияние, корректирует и осветляет. У меня такое впечатление, что либо это был этот консилер, либо какой-то очень похожий, тоже белорусский, который мне очень сильно понравился. Давайте проверим. Я уже много раз говорила, и хочу еще раз обозначить свое мнение по поводу этого. Мне кажется, что у белорусской косметики есть вот прям ощутимая проблема с дизайном упаковок. Ну, то есть, все равно белорусские производители стараются, они в этом плане молодцы. Но, знаете, у большинства косметики такие упаковочки, ну, прям вообще-то их не вспомнишь. Они либо очень какие-то минималистичные, типа вот такой вот упаковки. Ну, в принципе, здесь она хотя бы напоминает пудру от Rimmel. Ну, вот еще пример, да, такой упаковки. Либо они немножко как-то похожи на упаковки от MAC, как вот в частности у этих румян. Но все равно такие, знаете, вообще, ну, вот вспомните вы такой консилер. Ну, он же, ну, вообще выглядит как-то совсем. Ну, консилер и консилер. Просто написано консилер на нем, и все. Очень хорошо консилер лег под глазами и прям пока никуда не скатался. Но мы еще подождем. Но вот всякие прыщики, которыми меня недавно обнесло, как-то он вообще не скорректировал. Не скорректировал, как они были, так они и остались. Ну, ладно, сейчас чуть-чуть попозже еще. Мы это все сделаем, чтобы все уже было нормально. И сейчас мы будем наносить мою самую-самую любимую пудру из белорусской косметики. Это просто обыкновенная фиксирующая пудра. Она, по-моему, неоднократно входила вообще в список моих фаворитов. И она действительно очень классная. Ее не видно на лице, она хорошо матирует, она хорошо фиксирует. Так, нет, эту кисть не хочу, хочу другую. И, словом, очень удобная, очень хорошая пудра, к тому же бюджетная. Но что-то мне этот консилер на прыщиках вообще не нравится. Даже со второго слоя у него просто слишком легкая текстура. Вот он хорош для зоны под глазами, даже если кожа какая-то там возрастная. Просто потому что очень-очень легкий, вообще никак не перегружает. Но у него недостаточно даже пигментации, вот просто для того, чтобы перекрыть какие-то покраснения. А пудра, пудра замечательная. И теперь мы с вами будем использовать скульптор, который состоит из двух частей. Вот такой вот он симпатичный. И это очень хороший оттенок, который прям, ну, подойдет девушкам со светлой кожей. Господи, как открыть-то всегда вот эти упаковки. Они, знаете, они то вообще не закрываются, и ты никак их не откроешь, точнее не закроешь. То они как-то намертво вот так вот закрываются, и все. И потом непонятно, что с ними делать. У этого скульптора, кстати, с одной стороны матовая вот эта вот светлая часть, она тоже матовая. Она такая, ну, как бы чуть-чуть сатиновая, но не сказать, чтобы в ней было какое-то сияние прям такое явное. Поэтому давайте использовать только темную часть. Ну вот, скульптор мы нанесли. И сейчас будем наносить румяна, которые называются Silk Dream. Эти румяна мы с вами уже использовали в одном из видео. И они весьма симпатичные. И давайте сейчас их тоже будем, будем ими краситься. Кстати, почему я люблю одной кистью наносить и скульптор, и бронзер, и румяна? Ну, там, за исключением случаев, когда, знаете, бронзер прям какой-то дико пигментированный. Так что мне кажется, что есть в этом определенный смысл. У вас все средства уже чуть-чуть смешались на кисти, и это выглядит как будто более естественно в результате на лице. А не так, что здесь там скульптор, здесь румяна, и все это как-то надо смешать между собой, чтобы все хорошо выглядело. Вот прям нормальный такой вариант. Советую попробовать. Я считаю, кстати, что у меня есть какая-то вообще, знаете, такой затык, когда я крашусь? Это когда у меня есть какой-то жидкий хайлайтер, жидкий люминайзер, какие-то жидкие румяна, которые нужно наносить до пудры. А я всегда забываю, что у меня они жидкие, поэтому я всегда просто приходится от них отказаться. И у меня, кстати, есть вот как раз от Luxe Visage очень классный люминайзер, который тоже много раз вам показывала. У Evelyn есть похожий, но у Luxe Visage он и побюджетнее, и такой, ну прям вообще, ну смотрите, вообще шик же, да? И так как уже мы с вами запудрились, люминайзер этот в пролете сегодня. Но продукт очень хороший, тоже много раз вам его советовала. Он действительно прям стоит денег, которых он стоит. Кстати, сколько он вообще стоит, интересно? Не выписала себе, сколько он стоит, но я думаю, что в пределах там 250 рублей, наверное, он должен стоить. Так, следующее. Следующее мы, наверное, должны сделать брови. К сожалению, у меня есть только вот такой вот корректор для бровей. Это просто гель, который мы сегодня будем использовать. Но так как мне нужно побольше, чем гель, я буду использовать свою обычную Анастасию Беверли Хиллс помаду. И сначала накрашу брови, потом уже мы с вами перейдем к гелю. Ну вот так, совсем немножко, не захотелось мне их полностью замазывать. Давайте теперь краситься гелем. Здесь в составе есть синтетические волокна, которые, по идее, должны делать брови более пышными. Мне, кстати, кажется, я немножко прогадала с цветом. С цветом этот цвет называется капучино, но мне явно слишком темный для меня, но все равно может получиться. Сейчас у меня почему-то в голове возникла ассоциация, не знаю, правда, почему, может, в зеркало на себя смотрела. Пухлый кролик. Ассоциация пухлый кролик, слово дня. Помните, пару лет назад на ютюбе очень-очень в моде были различные челленджи, и прям вообще это было, ну, топовая какая-то, самая трендовая тема. Все их делали тогда. И был такой челлендж, который назывался пухлый кролик, который перешел, как всегда, с западного ютюба. И там смысл этого челленджа был в том, что нужно было набирать в рот всякие зефирки, маршмеллоу, там кто-то конфеты всякие использовал, и говорить пухлый кролик. И кто не сможет сказать там в финале пухлый кролик, потому что во рту слишком много этих зефирок, тот типа выбывает, а тот проиграл. И, ну, и обычно все там плевались этим же зефиром, у всех были какие-то лица все перекошенные от этого зефира. Вот такой вот был челлендж. Если вы помните его, то пишите, что помните, пишите об этом в комментариях. Нет, кстати, гель оказался не слишком темный, мне прям очень нравится, как-то, знаете, так аккуратненько получилось. Так он хорошо подошел к этой Анастасии Беверли-Хиллз. И дальше, по идее, нам с вами нужно накраситься тенями. Но белорусские тени, это, конечно, вещь такая. В основном все белорусские компании выпускают однушки теней. Если это палетки теней, то там вот прям мало цветов, там 3-4 цвета. Ну, вот, опять же, за исключением марки Берноч, которые пошли по палеткам сразу. И здесь у нас палетка, которая называется Глэм Лук. Ну, знаете, такая она, конечно, не то чтобы сильно интересная. Она была единственная в улыбке радуги тогда, когда я покупала. И как-то, ну, как-то так. Ну, не знаю даже. Ну, ладно, давайте что-нибудь просто попробуем что-то такое базовое сделать. Потому что, ну, как-то совсем, наверное, нехорошо оставить глаза без теней. Попробуем эти тени. Ну, вот, ребята, это все, на что меня хватило. Потому что, ну, конечно, тени, ну, есть в них пигментация. Они такие мягенькие, они хорошо растушевываются, но достаточно бледные. Ну, то есть, это понятно, что оттенки такие, ну, прям, прям совсем, совсем на каждый день. И тут даже вот этот светлый оттенок, он матовый. То есть, ничего тут такого особо интересного не придумаешь. Поэтому я просто нанесла светлый оттенок на все подвижное веко. И складку века затемнила вот этим вот светло-коричневым оттенком. Дальше давайте нарисуем стрелки с помощью вот этой подводки, которая называется Perfect Color. Подводка фломастер для глаз. Мне кажется, что она наверняка еще не водостойкая. Это прям вообще нехорошо. А почему-то в последнее время многие производители, так закрою, чтобы она не засыхала, многие производители косметики, что белорусские, что там западные, что российские, они очень любят написать на подводках, что типа водостойкая подводка, а потом ты просто проводишь тест с водой, и она не водостойкая. То есть, там прям вот от одной капли воды все растворяется. А здесь хотя бы, хотя бы не написано, что водостойкая, чтобы у нас не вызывать подозрения сразу. Ну вот, стрелочки получились весьма и весьма неплохие. Подводка реально классная, кстати. Достаточно черная, но это не прям вот... Не CatFundee, конечно, где там такая пигментация, что прямо, о боже-боже, какой же идеальный черный, но достойная. Немножко вот этот фетровый наконечник, на мой взгляд, жестковат, но я знаю, что многим такое нравится. Я просто сама люблю пользоваться гелевой подводкой, поэтому предпочитаю именно ее. И давайте пока у меня засыхают вот эти стрелки, потому что надо же подкрутить ресницы, а если будет влажная подводка, то это все щипчиками снимется, верхний слой. Поэтому пока давайте посмотрим на помады. Я думаю, что многие знают вот эту легендарную помаду Pin Up Ultra Matte. Это матовая помада, одна вот из первых таких очень известных белорусских жидких матовых помад. Хорошая помада, многим нравится, мне тоже нравится. Но я больше люблю, на самом деле, комплименты от Reluie, но Pin Up тоже хороший. И вот такой вот она красивого винного цвета. Также есть еще у меня помада от этого бренда, которая называется Glam Look. А это вельветовый крем для губ. Но на самом деле это что-то, знаете, это типа корейского тинта, который вот такой вот прям гелевый, как бы на губах. Не знаю, кстати, почему он называется прям вельветовый. И на самом деле он такой вот как бы, как бы гелевый. И не так уж он застывает как-то на губах, чтобы называться именно там бархатным или вельветовым. И помады также, которые знают многие, это Ultra Matte Pin Up вот в таком вот формате. Это уже помады, которые в стиках. У меня их было очень много разных, и мне они все нравятся. У них разных тоже цветов, прям много-много. И причем, знаете, обычно у белорусских производителей, ну потому что они рассчитывают на, я не знаю, может они думают, что рынок очень консервативен, поэтому боятся производить какие-то очень необычные цвета. Но вот у Luxe Visage именно в этих линейках Pin Up у них очень много интересных цветов. Ну то есть вот такой он достаточно нетипичный. Этот цвет называется Amanda 522. И у них прям много, у них есть разные фиолетовые, там какие-то фиолетово-серые оттенки. Ну вот, вот так она выглядит. Это матовая помада, которая не то чтобы какая-то стойкая сильно, обычная матовая помада в стике, которая немножко имеет глянцевый такой отцвет, но в принципе, как и все вот эти вот, типа как матовые помады, которые в стиках. У меня, кстати, еще на столе здесь лежит вот этот вот хайлайтер от Smart Girl. А это Белор Дизайн производитель. Это не Luxe Visage, это другой производитель. Я его положила, думаю, ну может быть мы с вами все-таки его приладим, потом думаю, нет, если мы будем с вами считать стоимость этого макияжа в итоге, то будет как-то не очень хорошо, что какой-то другой производитель сюда влез. Так, теперь накрасилась я Амандой. Аманда очень хороша, на мой взгляд. И теперь накрасим ресницы тушью. Вот эту тушь я ни разу не пробовала. Она называется Smoky Eyes панорамный объем. Полный объем. Вы знаете, она какая-то немножко суховатая. Вот я ее покупала в Улыбке Радуги, и мне кажется, что, ну не особо. Она такая прям не особо свежая. Ну ничего, попробуем. Макияж готов. Очень-очень классический получился, без каких-то ярких теней наконец-то. Ну потому что, в общем-то, нечем было особенно. Хотя можно было вот эти вот румяна нанести в качестве теней. Ну и, в общем, было бы как-то поярче. Или, например, помаду тоже можно использовать в качестве теней. Я тут поняла, что к нам, к нам в наши подсчеты должна была вклиниться Анастасия. Ну ладно, давайте уж простим мне вот этот момент. В общем, якобы у нас был только гель для бровей, не будем считать Анастасию в этом макияже. В общем, насколько, как вы думаете, у нас получился вот этот макияж? То, что мы использовали в сегодняшнем макияже, вот только те предметы, которые мы использовали, получается, стоили 2164 рубля. Причем, я так понимаю, что это не самая дешевая цена именно для вот конкретных предметов, потому что, ну, можно заказать на всяких сайтах белорусской косметики их подешевле. Можно там на Зоне сейчас, по-моему, тоже появился Люкс Визаж тоже заказать подешевле. Но, в целом, как вы видите, можно сделать себе такую минимальную, очень белорусскую косметичку, доступную даже из одного бренда, за очень небольшие деньги. То есть, ну, тут, на самом деле, с тенями можно все-таки придумать еще какой-то, типа, смоки коричневый, и подводка есть, и помада. Ну, пускай одна за эту цену, но, в принципе, вот эти все помады тоже недорогие. Глэм Лук, например, стоит, сколько она стоит? 126 рублей вот такая помадка стоит. Вот пинапы вот эти знаменитые стоят по 220 рублей, то есть, тоже очень и очень бюджетно. Я вам желаю сегодня прекрасного настроения, экономного настроения, чтобы, к тому же, у вас еще был шикарный макияж, даже если он очень и очень бюджетный. Смотрите другие мои видеоролики про белорусскую косметику, про разные бюджетные находки и новинки. И, чтобы у вас все было хорошо, до скорой встречи в следующих моих видеороликах. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!